всем привет вы на канале fox tail с вами катерина это ацидент и мы продолжаем наши любимые разборы аварий погнали подожди а че такая тачка то низкая вы че мне заниженную тачку дали обзор никакого нету я как и обещала в прошлой серии выбрала железнодорожную аварию вон поезд ну тачка вообще меня какая-то досталась у бога хоть бы окно мне наверх сделали никакого обзора так есть поезд есть машина значит есть пострадавший давай выпускаем жажду кого-нибудь спасти сигналка есть телефоны вызывай скорую скорую вызывай быстрее пожалуйста тушите огонь брось телефон давай тушить огонь выходи 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 а блин а че так сразу то начинается тут у кого тушить тебя тушить он дымогон черный идет стой 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 сейчас сейчас помогу я так долго буду тушить и слышь помогай с той стороны в туалет сходи ты в аварию попал ты явно боишься алё есть криогенный огнетушитель в действии так хорошо вызов экстренной службы телефон что-то у меня не телефонится ага ладно с моим телефоном какая-то беда вон трубон вижу вижу будку какую-то сейчас найдем сейчас найдем мы уже все знаем это либо телефон у кого-то надо было посмотреть дверь открою 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 ё-моё так это трансформатор на ней выходим а че только постамент интересный давай у водителя у водителя посмотрим быстренько телефончик алё мужчина пожалуйста нам нужен телефон ночевые на тот свет отправить а мне надо бы вызвать скорую для вас вы видимо в морг хотите да нет у него телефона ладно поезд поезд начало конец где у поезда начало и конец там вот тут по моему начало поезда нет уже он сможет и назад ехать и вперед ехать смысле как вагон прицепишь так он и поедет дождевой червячок туда-сюда туда-сюда у мужик понятно колбасы подавился а кто на ходу ест тебе сотню раз говорили не во время движения не ешьте не ешьте пожалуйста оставайтесь помочь жертвам я вас проведу понятно это так колбасы начнем с охран территорию включите зажиг включите зажигание в машине установите треугольник затем проверьте всех джекса также ваш точное местонахождение понятно ручок и гастритник ты чё копченой колбаса ты ешь а тишь правая пища показана айдербаган выключите зажигание в автомобилях пошли автомобиль то тут только один или тут еще где-то есть автомобиль который не заметила колбаса атакует людей это это все замысел замысел колбасячный а все поняла подожди поняла место происшествия треугольничек быстренько возьмем возьмем сразу и аптечку и треугольник вот это интересно а резать и значит я все поняла в принципе понятно проверка точно место проверить всех пострадавших ну давай вот этого проверим значит машинисты ехали ехали по рельсам своим главный машинист вроде нормальный мужик он без колбасы был а его помощник дурачок начал кушать колбасу подавился этот главный машинист пока на него отвлекся перестал следить за управлением я под проверила дыхание вот а этот стритрейсер вот это вот который на грузовике решил по шпалом вперед по шпалом ехать по поезду по рельсам побыстрее сократить дорогу понимаешь я не знаю тут пробки нету но он привык объезжать все вот по по этим по обочечникам а здесь решил по рельсам пофигарить и пока он ехал по рельсам эти тоже едут по рельсам короче все едут по рельсам они встретились они встретились как и столкновение произошло алё дыхательную трубку открой дышишь нет колбаса там тебе живая шевелится шевелится протухшая говорила не надо было брать по акции ты-то как просмотрел даже должен был следить за своим помощником ты что ты же сам ему бутерброд отдал сказал ой что ты мне не лезть будешь пожалуйста как это вызвали не помню место точно а это может быть наверно у меня в машине да сунул своему второму помощнику бутерброд на смерть мужика отправил там конечно может бутерброд это мышьяк был потому что жена главного машиниста решила его отравить а он это видимо может быть чувствовал на подкорке и не стал есть этот бутерброд предложил это своему напарнику а почему предложил потому что его напарник мусит с его женой с женой машиниста передать информацию хорошо и он ему этот бутерброд отдал а там мышьяк этот есть стал мало того подавился так еще мышьяк там действовать начал начал помирать этот увидел давай его спасать а тут дурачок по рельсам навстречу хреначит вот это у них тут санта-барбара как сообщить то вот сообщить алё вызывайте пожалуйста копов заодно у нас кажется труп и убийство скорая полиция едут на и можете постараться помочь человеку машине возвращаетесь что-то изменится ну отпусти меня веселый раций давай поможем помочь с жертвам я тебе могу помочь аханим петька петька ты чё ты петька как ты мог хлебушком так подавиться петюнь жевать надо лучше подожди где-то аптечка была вот она ух нифига себе запиндюрили на креслице это так неудобно так долго будет открой дыхательную трубку петь я сайте буду это выбивать из тебя всю твою изменческую дурь оп оп вот это я попал от это я попадаю кардиологи плачет горькими слезами что упустили такое золото как я петюша давай живи сердежка пусть твоя бьется если на твою веку колбасы знаешь сколько будет мы должны отомстить жене той проклятой 13 тысяч ты меня должен в курсе это я тебе скидку сделала колбаса не нужно о выбрали колбаса ты хоть бы проживал тебе помочь я могу проживать назад тебе положить нет не хочу да не хочу я передавать информацию да все а придите в положение восстановления подождите скоро должна при ближайшую минуту а этому чай не должна помочь только этому дурачку должна помочь а ты такой особенный что ли я не особенный я самый раненый под головку ручку положил запоминай эту позу восстановительную тут даже лишь последовательность по факту просто переворачивать человека на бок чтобы он значит не задохнулся вот ротик ему открой и пусть он дышит вот это быстро мы с тобой хоп-хоп ла-ла-ла все понятно вы поаккуратнее сами чуть в поиск не впендюрились еще ваши души спасать она мне надо собрать ну и первопричина это бутерброд вот этот бутерброд отравленный забираем а здесь что у нас есть кровь берем выходим наружу тут я думаю все сейчас надо пойти к машине с посмотрим что с машиной то было улики 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 по папа по башке как обычно не задевать вот эти газ лифты мятина подсказка это что это заклиненная дверь а хорошо вот еще может быть подсказка не то подсказка у бревна бревна может какое бревно скатилась а нет не относится делал что-то еще было шерлок холмс во мне это вот это у меня я сейчас своих этих как этих туннелях разума брожу хожу хожу брожу жужу жужу а давай в этой будке подойдем о трансформаторная точно точно трансформаторная все 4 мы с тобой прямо это сегодня быстренько все сделали нифига себе вот это постаменте ты посмотри с какой целью он здесь установленный интерес а эти сейчас скажу погоди короче тут же поезд едет поезд и значит маменьки маменьки приводят сюда своих сыночков которые хотят стать машинистами мамочки их сюда вот ставят в рядочек и когда поезд проезжает мимо детки машет ладошкой машиниста машинистом в ответ ты тут и детки счастливы маменьки счастливы все счастливы в стране пополнения машинистских рядов все шикарно все хорошо все все логично красота давай сценарий смотреть а барьер не работает из сгоревшего блока предохранителя а блок сгорел а это те дети которые мне потутукали видимо машинист фургон врезался в поезд ну давай наверное все началось с барьеров который младенец какой-то погрыз потом до фургон врезался в поезд он ехал тоже по рельсам возомнил себя вторым поездом в результате столкновения водитель начал не начал пока он задыхаться значит вот это что у нас в финальный сценарий погнали смотреть успех конечно успех стопроцентный мирослав дворщик столкновение нанесло много повреждений внутренним органам мирослава на прибытие в больнице его сразу же отправили в отделение скорой помощи где ему сделали длительную сложную операцию восстановление также был медленным и болезненным но благодаря мастерству и опыту медицинского персонала он в конце концов пришел в себя это водитель грузовика а нефиг ездить по рельсам понял францисек фриц это главный машинист который бутерброд не стал есть к счастью для него у него были лишь небольшое сотрясение мозга поверхностная рана на лбу быстро зажила и после недели пребывания в больнице его отпустили домой где ждала жена его пётр пятюнька пятюнька который жевать не умеет чуть не задохнулся когда кусок еды застрял его дыхательных путях к счастью для него ты был на месте достаточно скоро чтобы помочь ему он пришел сознание вскоре вскоре после прибытия в больницу уехал всего через несколько дней сказал завязываю я вот с этим всем буду нормальную себе жену искать конечный сценарий смотрим поезда это всегда классно поезда это всегда круто это красиво это пыщ пум во это детишки виноваты которые хакерами хотели стать вот это бутерброд у него был xxl размера а ты дурак что ли кто ж себя погрузил это бред ты себя бей по спине бей если ты поперхнулся или вот это прием геммлиха вот это когда кулачок под грудочку или по спинке себя бей не погрузи ты погрузи дальше проваливаешь ты чё так не надо убьешься клёвая была авария как чувство что железнодорожная авария будет интересно наш всегда пиу-поу вот это все поезда сходят с рельс огонь взрыва вот у нас конечно этого не было у нас был просто кусок бутерброда который стал стал практически решающим фактором человека на тот свет чуть не отправил можно посмотреть еще какая авария у нас осталось клёвая была приморская трагедия давай давай еще приморскую трагедию быстренько посмотрим четыре пострадавших ну давай попробуем их спасти поездов спасаем вот этих поезда так думаем это машина какая-то начинай симуляцию ты чё я же тебе говорю начинай рядом с морем сейчас будет великолепие чайки над этим воздухом будут кружить над нами курлы-курлы подсказки нам будут давать все будет супер тоже быстро пройдем поаккуратнее едь ты чё дорога такая какая-то странная узкая почему мы едем по этой полосе уже с той стороны должны ехать типа нету встречки хрена чё по ней он вообще праворульный япония что ли у нас как аликта англия наверное остров мэн это в англии по моему я могу ошибаться я еще и тот географ аварийку смартфон звоним звоним вызываем службу а я бизнесмен смотри как у меня кожаный салон не смотри что меня нету да тут еще один человек по месяц таким бардачком спасибо что позвонили вываливайтесь помогайте людям место происшествия включить сжигание выключить это это вот это мусор забыла выкинуть дурчик забыла мусор выкинуть но такое бывает не переживай потом на природе мусор не бросай я ехала понимаешь по пути собирала на обочине мусор и вообще в целом убираю природу и в игре тоже самое дело вот это вот этот мусор который я собрала если ты где-то отдыхаешь не мусори вот этот он намусорил смотри сколько пацаны вы тут вообще конкретно намусорили а мне за вами прибирать так треугольник он туда поставить мусор надо убирать за собой на природе обязательно если приезжаешь куда-то отдыхать пожалуйста даже если там не твой мусор разбросать плачет я должен убирать и не я же его разбрасываю убери тебе плюс в карму знаешь какой будет ого-го блин мне так не привычит что у вас тут все с другой стороны а где еще автомобиль погоди это велосипед это же не автомобиль а типа ну ты такой себе автомобиль да у нас я где нахожусь ты понимаешь что у нас здесь вообще конкретно мертвец просто трупы это какая-то грустная серия шлеп 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 я еще и босиком вдобавок ай да блин сейчас я тебе скажу где я нахожусь а я не скажу тебе где я нахожусь так выходи наружу проверку точного местоположения может быть у давай вначале проверим пострадавших лора была написана женщина мэм ты чё гоняешь ты как изверг ты же девочка ты же до открой шлем ты же должна нормально есть молодец жива и живи пожалуйста пятеро детей дома по лавкам ждут все нормально предпечь только ранено передам информацию так это кто били конвей конвейер ты не доделал палец оторвало а это я все поняла он сбежал он сбежал от похитителя ему палец отрезали понимаешь палец ему отрезали где травмы могут быть а я чего палец вот вот он значит взял велосипед быстрее текать от них быстрее быстрее как можно это что отдалиться сильно а тут он только в на велосипеде педали крутила похититель а похитители за ним это бабы и вот это это похитители в шлемах они понимаешь темных они его догнать пытались и тут авария все планы разрушил потому что пока не за ним гнались у него велосипед скоростной горный а он педали крутит знаешь как ты от этих от похитителей бы тоже крутил свои педали у и руки и ноги бы все все взял педальная можно им я пройду а а чё так а чё так офигеть меня там замуровали демоны вот и они не следили за дорогой тут этот едет я не знаю как он ехал усы свои он красивые поправлял понимаешь все бум сбац они столкнулись эти мотоциклисты с машины и под раздачу пока мотоцикл отлетал а он по касательно задел этого бедного велосипедиста где местоположение я не знаю алё товарищи судари мои где мы находимся туда нельзя пройти а проверка точно точного прям а я чё знаю точно точно даже блин муравьи не знают куда им бежать шлёпи 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 блин я не пойму но столбиков никаких не наблюдаю слышь мужик а можно к тебе залезть а ты чё тут зачем мне огнетушь вот я из-за этих дурачков не могу обойти а здесь тоже не могу пройти так я немножко алюлю я не вижу где типа добежать может быть до дома и спросить а как ваш ферма то называется скажите мне пожалуйста на милость я тут босиком по раскаленному асфальту хожу нет нет так давай думать проверка точного местонахождения заперта сажирская дверь я не помню на какой я это и собирала мусор бардачок бардачок нет карты нет я подумал может быть карта в бардачке нету так стоп вот ё-моё он как он первый раз кстати что в телефоне у нас навигатор в основном всегда в машине что делать дальше я передала помочь пострадавшим ну естественно первую очередь сначала позаботиться да а жертве похищение били помощь уже близко ты молодец ты выдержал ты справился подняем повязку перевяжем тебе найти потерянный пальцы слышь а я чуть и поисковая собачка вот он красный хорошо недалеко найти пластиковый пакет найти чистую воду обеспечить защиту от рубленого пальца чистого пакета не обещаю но какой-то у меня пакет вот есть мусор есть какой мусор вода в бутылках есть защита пальца обеспечена мой херер теперь аккуратно что там надо было она равна к пальцу я очень не подняла я чушь дурочка на тройку наверное а так надеть перчатки вот это мы с тобой не делали аккуратно очистить палец фу дрянь какая палец у тебя стрёмный не пианистовский болей водичкой его давай промыть пальцы о все я тебе его помыла обернуть марлей вообще говорят надо в холод положить и положить вот сюда в пакет замотала как свой собственный пятый палец сумку все все поднять слышь палец твой на держи на держи ты какой палец сохранить палец холодным я че знаю как его холодным к сердцу могу своему холодному положить могу песенку спеть отпусти и и забудь что-то там не вернуть палец холоде может быть у меня есть холодильник я же как бы на природу ехал у меня шашлык-машлык вот эти все дела а нет а кондиционер проветрю твой палец звонял так а дверь наверное закрыл а вот сюда положил да какой кондиционер посмотрите плюс 40 за окном до штучки и спасает вы че там палец весь разложился ну и ладно будет синий какой аватара ко мне вперед люди люди заберите палец меня во сне он будет снится ну давай узнаем причину в принципе я тебе все рассказала как она что там было похитители изверги прям отгрызли палец иногда знаешь вот как подклады берут рук вот этой жертвой сейчас ты узнаешь нашу всю злость если не сделаешь по нашему и так ножом ему раз раз пилит а жертва такая ай больно больно какой больно ты бы посрался бы от страха в перемешку с этим с молчанием твоим ягнят какие крики могут быть если ты от созна от боли сознание просто потеряешь все подсказки просто рядом просто великолепно давай на этих посмотрим на цветочки маки маки кстати очень красивые цветы и они символ чего символа любви если не ошибаюсь а давай f нажмем ой обгоняй велосипедиста обгоняй велосипедиста джахандр джахандр замечает выезжающую машину петер петер резко лора падает с велосипедист другая матемана пикап резко тормозит нет не то может быть пикап резко тормозит но мне нравится когда вот чувак обгоняет вот я сейчас тоже долго буду другая машина оторвала правое зеркало когда они проезжали петер теряет равновесие падает это пикап врезается велосипеде велосипед и треско тормозит а это лор какая лора была падает с велосипеда какая лора с велосипеда лора была за мотоцикл на ней шлем был нет не то у началась моя свистопляска вот это вот все да почему она постоянно это я тебе потом промотаешь все не видел так лора падает и треско тормозит то проезжал пикап врезается велосипедистами не работает не работает это мы с тобой поняли вот значит обгоняя велосипедиста замечать выезжающую машину другая машина оторвала правое зеркало когда они проезжали кто проезжал тут такой перевод стремненький петер теряет равновесие нет не потерял он еще лора падает с велосипеда нет она еще не падает значит питер резко тормозит нет не тормозит пикап врезается в автомобилиста лора падает нет лора не поговорю говорю лорка у нас на велосипеда за мотоциклом сидел чего вы меня гоните то с мы посмотрим с тобой общий сценарий это офигительно страшные истории про похищение все финальный сценарий все живы успех вообще круто джахандар после выздоровления джахандар сразу же был обвинен в опасном вождении суд признал что он попал в попал велосипед только из паники однако он не должен был пытаться обогнать его на вершине холма в конце концов он получил штраф и потерял свои водительские права на год да он были вообще невиновны били наши жертвы похищения по прибытии в больницу хирурги сразу же начали процесс повторного прикрепления отрезанного пальца они смогли восстановить частичное движение но до конца жизни били был уязвим к холоду питер для петра авария привела к нескольким сломанным ребрам и небольшому сотрясению мозга через несколько дней он покинул больницу вернулся к езде на велосипеде том же году все перепутали мне тут лора к счастью для лоры и ирана была лишь поверхностная она восстановилась еще быстрее чем ее парень и вскоре после аварии купила свой собственный мотоцикл через несколько лет они отправились в путешествие по всему миру лора жизнь тебя вообще ничему не учит да получается это у нас велосипедист был а это двое похитителей понятно смотрим конечный сценарий да нет это пацан велосипедист я говорю в этом вот не надо было догнать ё-моё ёша вот почему я боюсь мотоцикла что там это корову еще сбили а корову я не спасала вот поэтому я боюсь мотоцикла там нету ремней вот я бы знаешь не знаю веревками бы обвязывалась к мотоциклу чтобы не вылетать вот так очень страшно очень страшно аварии мне прямо жалко всегда мотоциклистов они они такие незащищенные слои населения вот как назовем их клёвая была авария мы с тобой и разобрали в целом мне вообще все все не понравилось вернись назад что-то нам бы 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 поздравляем ты раскрыл все дела должен признать что ты оказался в этом намного лучше чем я ожидал ты даже превзошел эми а я думал что она хороша в любом случае это означает что тебе придется подождать пока она закончит подготавливать новые дела действительно хорошая работа кстати огоржусь тобой а чё это в смысле все а чё не будет больше моих аварий да ладно мы с тобой все прошли клёво но я на я не знаю я почитаю еще в интернете может там что-то пишет может какое-то обновление будет наверно к этой игре но мне понравилось вот это были у нас чтобы получаться две конечные аварии мы справились с ними просто уху-ху-ху звездочки нам на погоны и на лоб должны дать как-то как первую аварию я тяжело расследовал и как эти как пью как по маслу как по маслу вот моя профессия вот с чем я должна заниматься аж просто шерлок холмс аварийный мне очень понравилась игра очень понравилась клёвая вообще обалденная игра надеюсь тебе тоже понравилось будем ждать какого-нибудь обновления продолжением второй части чего-нибудь еще на самом деле бывают такие игры не очень интересно но там дофига всего а это такая классный как-то вот маловато но с другой стороны это же хорошо у нас осталось с тобой классный послевкусие такой вот нет затянутости что все надоело нет вот на пике на пике мы с тобой завершили будем ждать второй части она должна быть тоже классная надеюсь на это чтобы вот опять ощутить весь этот вкус но игра клёвая игра интересная игра красивая игра забавная захватывающая приходится думать постоянно какие-то что-то где-то по-новому тебе поменяют и при этом не дают подсказки мозги приходится прям шевелить шевелить серое вещество надо перемалывать классно было надеюсь тебе тоже было классно на этом все огромное спасибо за просмотр не пожалейте лайков пишите комментарии кто не подписан пожалуйста подписывайтесь на канал ссылка с прохождением этой игры снизу до встречи в следующих сериях когда-нибудь всем пока пока